Ужесточение правил выдачи кредитов. Тема программы главной новости в студии Лейсана Абдуллина. Здравствуйте! Продолжение следует... Станет сложнее. Банки будут оценивать заемщиков по новому параметру, показателю долговой нагрузки. Фрида Усмановна, поясните, пожалуйста, что это за изменения и что это за параметр такой? Действительно, сейчас по инициативе Центрального банка вводятся новые параметры, новые показатели, которыми банки должны будут руководствоваться при выдаче кредитов. И один из таких показателей долговой нагрузки – это отношение суммарного кредитного портфеля, который выдается заемщику, к его доходной части бюджета. Такой показатель действительно очень адекватно отражает риски банка при выдаче займа. В итоге действительно станет сложнее получать. А кому в первую очередь? Как вы думаете? Вы знаете, на самом деле к этой теме надо подойти, на мой взгляд, издалека. Потому что тревогу забило Министерство эконом-развития, господин Орешкин, министр. Он высказал мнение о чрезмерной закредитованности населения и о том, что этот показатель, вот именно закредитованность, он может отразиться на ряде экономических и социальных факторов развития Российской Федерации. Что он имел в виду? Что очень многие люди для того, чтобы погасить предыдущий кредит, берут следующий, третий. И есть даже такие показатели, как четвертый, пятый или даже пять одновременно кредитов. Для того, чтобы исключить возможность слишком, как он сам выразился, раздувания вот этого кредитного пузыря, который потом может накрыть экономическое развитие и увести его в отрицательную сферу, вот он предлагает вот такие новые правила, которые позволят банкам более тщательно проверять заемщиков. И, конечно же, количество заемщиков будет снижаться. То есть именно с этим ужесточение связано, с возможным негативным развитием, пузырем тем самым кредитным. Давайте посмотрим, что наши зрители как раз сами думают по этому вопросу. Опрос традиционно провели в нашей группе ВКонтакте. Вопрос поставили такой, отказывали ли вам в выдаче кредита. И обратите внимание, я первый раз, признаюсь, вижу такие любопытные данные, поскольку они практически идут идентичные. Итак, отказывали ли вам в выдаче кредита? Да, но в другом банке сразу дали, сообщает 29% проголосовавших. Да, нигде не могу получить кредит, 29% также. Нет, выдают кредит без проблем, это 20, почти 21% наших зрителей, и примерно столько же никогда не брал кредит. Вот довольно любопытные показатели. Проголосовать, напомню, можно было выбрать только один вариант, поэтому вот у нас такая картина сложилась. А какая выборка? Сколько можно приподнять? Ну, так, выборка у нас получилась вот сейчас. Вот 134 человека. Вы знаете, последнюю сразу графу можно откинуть, потому что этих граждан мы никуда отнести не можем. Первую, третью можно сложить. То есть получается, что 50% легко получили кредит. По сути, да. Либо без проблем, либо в ином банке. А вот 30% не смогли взять. Эксперты считают, что на сегодняшний день статистика должна быть обратная. К чему и приведет сегодня введение новых коэффициентов регулятором, то есть ЦБ. Именно об этом и говорит сегодня, госпожа Набиулина, о том, что банки увлеклись чрезмерно кредитованием. Причем, ведь мы здесь опрашивали физических лиц, как я понимаю. Это же не юридические лица. Нет, нет. Почему банку невыгодно кредитовать юридическое лицо? Малый и средний бизнес. Потому что он отвечает по законодательству только в пределах уставного капитала. Это может быть 10 тысяч, 50, 100. Физическое лицо отвечает, согласно гражданскому кодексу, всем своим имуществом. Поэтому, конечно, банку намного выгоднее дать кредит физлицу. И, кстати, по поводу логики банка, получается, чем больше доходов заемщику уходит на погашение кредита, тем менее выгоден он банку. Вот такая вот логика существует. Но при этом, при всем, каждому предлагается каждый месяц. Я думаю, многие с этим сталкивались, когда бесконечные звонки из банков, причем, казалось бы, у которых у тебя нет никаких отношений. Которые тебе предлагают все новые и новые кредиты, увеличивают предыдущие. Вы знаете, банки сегодня предлагают огромное количество кредитных продуктов, не от хорошей жизни на самом деле. Дело связано с тем, что, во-первых, очень высокая ставка Центробанка, 7,5%, нигде в мире такого нету. Которая вынуждает их поднимать достаточно высоко стоимость кредитного продукта. И, во-вторых, конечно, если мы откроем стратегию 2030, например, развитие Республики Торстан, хотя можно объединить и на всю Российскую Федерацию, мы увидим, что наблюдается в любом случае падение доли малого и среднего бизнеса в валовом продукте. Это говорит о том, что многие предприниматели, видя короткий горизонт планирования, они сегодня предпочитают гасить имеющиеся кредиты и не очень хотят кредитоваться дальше. И банк вынужден сегодня обращать свой взор как бы на другую поляну, на другое пастбище, где пасутся граждане нашей страны. Но можно ли сказать, какие сейчас меры, например, властями предпринятой страны по снятию этого напряжения на кредитном рынке? Вот один из, я так понимаю, одна из ласточек, вот это как раз такие условия, да? Вы знаете, на самом деле этот вопрос поднимается Минэкономразвития и экспертами, нашими законодателями с 2014 года. И мы еще в общественной палате в свое время, в рабочих группах, видели эти меры. В частности, Министерство финансов совместно с рядом других правительственных организаций, они разработали программу повышения финансовой грамотности населения, когда гражданин, пройдя такую программу обучения, мог бы реально представить себе уровень своих доходов, расходов и на что он может претендовать. На мой взгляд, к сожалению, реализация этой программы была передана ненадлежащему оператору. Для защиты прав потребителей, в частности его финансовых прав, был выбран, к сожалению, Роспотребнадзор, который с этой задачей не справился категорически. И дело даже не в том, что у них нет никакой квалификации в этой сфере, потому что они могли бы, ну я имею в виду Роспотребнадзор, который по аналогии 50-х годов до сих пор думает, что они вот только пробы могут брать в пирожковых и пекарнях. Они могли бы выбрать надлежащих уполномоченных других операторов, образовательные центры, банки, кредитные организации. На мой взгляд, здесь не хватило вот у этого ведомства добросовестности исполнить эту программу, на которую были выделены, кстати, миллионы. Так каков сейчас вариант остается? Сейчас все опять говорят о том, что самая главная задача, это, во-первых, повышение финансовой грамотности населения. На мой взгляд, немедленно надо убирать оттуда Роспотребнадзор как не справившийся, который мыслит старыми категориями. И вторая задача, вот может быть аналогия у меня будет такая жесткая, но вот вы, наверное, видели, как экипировку бойцовских собак. Бультерьеры, питбули, те, которые занесены в реестр опасных. У них специальные ошейники, снабженные острыми шипами. Вот приблизительно в такой же ошейник банки будут вынуждены сегодня брать тех заемщиков, которые недальновидно хотят распорядиться своими финансами будущего, так называемыми затратами будущих периодов. Вот потому что грамотности нет. Как я сказала, Роспотребнадзор программу провалил кардинально, а люди думают, что они хотят. Банк не может отказаться от доли прибыли, потому что ему куда-то надо девать этот продукт финансовый, куда-то надо вложить, предприниматели не берут. И в этих условиях сегодня правительство по рекомендации Центробанка вынуждено вводить вот такие драконовские меры, как оценка целого ряда показателей, создание фискальных баз, внесение в реестр всех заемщиков. То есть фактически жесткое ужесточение финансовой дисциплины. Но это, как я уже говорю, не от хорошей жизни, а потому что люди не могут умерить свои аппетиты, не могут все это рассчитать, хотя могли бы, конечно, озадачиться этим вопросом. Ну, как мы с вами уже неоднократно говорили, это все действительно соблазн легкого товара, когда ты приходишь и без первоначального, казалось бы, там, с носа, получаешь новый телефон или бытовую технику, неважно, а потом расплачусь, ты думаешь, тебе рассказывают о том, как на несколько месяцев тебе все это разобьют, и ты будешь по несколько рублей буквально месяц выплачивать. Вот здесь в том-то числе кроется вот это развод. Ну, вы знаете, может быть, даже не в рамках нашей экономической программы сегодня, но ведь можно было бы взывать, например, к истории, истории мировых религий, которые не разрешают вообще-то ростовсичество не в исламе, а в христианстве буквально до средних веков это тоже было запрещено, только определенные представители могли заниматься судным капиталом, то есть дачей денег в рост. Вот если нет, допустим, каких-то других сдерживающих факторов, то, может быть, вот людям какие-то применить вот такие нравственные законы. Зачем им сегодня ставить под угрозу жизнь детей, будущих поколений, из-за того, что они хотят приобрести пафосный телефончик, там, автомобиль или что-то? Ведь еще Мао Цзэдун говорил, то, что нам кажется сегодня абсолютно необходимым, при тщательном рассмотрении в будущем, оказывается совершенно бесполезным. Фреда Усмановна, я думаю, зрители наши поняли тоже вашу позицию. Вы, в принципе, противник легкого кредита. Нет, это не совсем так. Не забывайте, что мы, цех предпринимателей, должны различать сегодня кредиты на потребление и кредиты на развитие. Если, например, молодой человек или не очень молодой человек хочет заработать деньги, допустим, профессиональным таксистом, то он вполне может взять кредит на покупку автомобиля, на котором потом он будет не катать, например, семью за город, а на котором он будет зарабатывать деньги. И из этих средств, по его расчету, он сможет погасить судный капитал. В том случае, если это деньги на потребление, как мы выяснили, в таком случае я действительно противник вот этого. Потому что, на мой взгляд, это вопрос порока воли. Но есть же и виды кредитов, которые действительно для многих являются необходимыми. Я сейчас про образовательные кредиты. Образование нынче, чего уж греха таить, действительно, в большинстве своем платное и стоит очень дорого. И без кредитов здесь не обойтись. По вашим наблюдениям, в этом году я знаю, что снова возобновились образовательные кредиты крупнейшими банками, игроками. Многие ли пользуются этой возможностью? И за этим, если будущее, и выгодно ли еще? Я сразу несколько вопросов. Вы знаете, действительно, образовательные кредиты очень широко распространены во всем мире. Потому что человек вкладывает, или это молодой человек, или его семья, как в нашем случае в России, вкладывает деньги в образование. И человек потом имеет возможность получить высокооплачиваемую работу, которая даст ему возможность погасить этот кредит. И это, без сомнения, инвестиционный кредит. То есть, не потребительский. Чувствую, есть «но». Да, к сожалению, Российская Федерация, Татарстан. В данном случае мы не можем сказать, что есть прямая корреляция между образованием и уровнем дохода человека. Если говорить об исследованиях стратегии 2030, опубликованных на официальных сайтах, то мы видим, что здесь есть другие системы, которые влияют на это. Во-первых, отсутствие социальных лифтов, патриархальный клановый уклад не позволяет некоторым молодым людям реализоваться так, как они могли бы. И поэтому, к сожалению, образовательный кредит очень большая редкость у нас. У нас есть вопрос в студии от нашего телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Ага, здравствуйте. Я хотела бы узнать, вот заим дают ведь людям, их кто-нибудь контролирует, этих займов? Микрозаймовые вот эти, микрофинансовые. Да, микрозаймы, кто-нибудь контролирует какой-нибудь орган. И вот у меня подружка взяла в одном кредит, пошла в следующий, и там ей тоже, да, неужели не видно, что она там кредит взяла? Спасибо. Вот эта вот тема тоже очень важна. Как они с сегодняшнего дня будут тоже себя чувствовать? Может быть, на них тоже управа какая-то найдется? Пожалуйста. Ну, вы знаете, вот действительно абсолютно прав наш телезритель. Сегодня у нас такая сложилась вот как бы ситуация между, как это, двоевластия, да, наверное, если взять аналогию с историей, когда регулятор начал постепенно закручивать гайки, но еще очень много лазеек для этих микрокредитных организаций, в которые могут просочиться, ну вот это их желание обогатиться. Потому что там не секрет, что проценты на самом деле очень большие. Их, кстати, начали постепенно ограничивать. Раньше они доходили до 1% в день. Сейчас, по-моему, все ниже и ниже. И буквально вот с завтрашнего дня будут вступать новые пакеты законодательства, которые предполагают, что вот именно эти кредитные организации не смогут давать ипотечные кредиты, в частности. На мой взгляд, действительно контролировать их нужно в режиме онлайн. Не те небольшие киоски или ларьки или лавки мясные, которые сегодня продают мясо и налоговая хочет их контролировать онлайн. Или по продаже, допустим, я не знаю, парфюмерии или соков. А именно вот эти организации надо контролировать онлайн. Кому выдали, сколько, зачем. Действительно нехорошо, что у нас нет общих реестров, по которым они выдают. И ведь, посмотрите, не секрет, что в зону риска попадают люди, которые не имеют специального образования. Как мы уже говорили, которые не прошли вот эти курсы, которые должен был бы им предложить сегодня Роспотребнадзор, который не сделал этого. И эти люди будут страдать, потому что у них есть единственное жилье, недвижимость какая-то, и они будут ее терять и переходить в социальное жилье по нормативам 9 квадратных метров на человека. Это большая, конечно, большая проблема наших властей. Пора уже пристально этим заниматься. Ну хорошо, с первого числа эти правила вступают в силу, ваши прогнозы, то есть банки уже начнут отказывать, как мы понимаем, да, потребителям. Каков прогноз развития дальнейших, как вы видите? Ну вы знаете, на самом деле банк, он как бы в ножницах находится. С одной стороны, ему нужно продавать свой продукт, с другой стороны, вот давайте мы представим, что люди, вот допустим, тот же миллион заемщиков взяли и не погасили кредит. И что будет дальше? Куда пойдет банк? Если это государственный банк, а львиная доля сегодня этого сектора принадлежит государству за 80%, он пойдет, понятно, куда? К государству. И государство будет каким-то образом либо покрывать вот эту дуру, либо что-то еще делать, либо отключить печатный станок. Это уже зависит от того, какая будет тогда госполитика. Если это частный банк, то там, конечно, все намного сложнее. Возможно, даже может дойти до отзыва лицензии. Поэтому, в принципе, конечно, банк, ну вот для него, на мой взгляд, этот пакет ужесточающих законов о выдаче кредитов для них выгоден. В определенной мере выгоден. Если банк сегодня смотрит в дальнюю перспективу. К сожалению, как я уже говорила, горизонт планирования слишком короткий. И банки тоже находятся в очень сложной ситуации. Если у них сегодня вот это зависит от массы, а как они будут делать доход, прибыль, с чего? Вы неоднократно произносили фразу «мыльный пузырь», да, вот этот вот кризис. Мы, как даже за последние 20 лет, уже пережили вот эти вот финансовые и экономические потрясения. И поэтому для нас это самое страшное слово, которое возможно. Поэтому вы специально сгущаете краски. Дело в том, что в моей терминологии нет таких фраз, как «мыльный пузырь» в кредитовании. Эта фраза употреблена нашим уважаемым министром Минэкономразвития, господином Орешкиным, который говорит об этом для того, чтобы сдержать аппетиты Центробанка. Госпожа Набирина, между ними, как я понимаю, эксперты говорят, что уже давно идет спор. Центробанк сегодня с большим удовольствием наращивает резервы. И для того, чтобы стабилизировать экономику в случае, как вы говорите, или мы говорим, будущих возможных мировых кризисов. И в этом случае, чем больше резерв, как мы понимаем, тем лучше. А если резерв хранится в валюте, то МВФ, конечно, вообще положительно это оценивает. И наше правительство тоже. И в этом смысле госпожа Набиулина и Минфин молодцы большие. Но господин Орешкин тут оказывается как бы по другую сторону баррикад, потому что у него нет экономического развития, или, как мы это называем, отрицательный экономический рост. Поэтому он и криком кричит. Понятно. Фарид Аусман, благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам в студию. Как обычно, очень популярно, о сложном рассказали. И, я так понимаю, ваш призыв посвящать курсы финансовой, ликвидации финансовой безграмотности. Да, и для этого нужно пойти либо в местное отделение Роспотребнадзора, либо в отделение сберегательного банка, либо в ближайший образовательный центр, например, КФУ. Там это есть, посмотреть можно. Итак, мы сегодня говорили про ужесточение правил выдачи кредита. В студии у нас была Фарида Галиев, председатель комитета торговли и услуг торгов промышленной палаты Республики Татарстан. Еще раз благодарю вас. Это была программа главной новости. В студии Лейсана Абдульна. До всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин